Меня пытали и угрожали убить. Такое заявление в зале суда сделал Игнат Крамской во время предварительного заседания. По его словам, 18 числа после судебного заседания его доставили не в СИЗО, как полагается, а в здание СБУ на Совнаркомовской. Где у меня применялись меры физического и психологического воздействия. К сожалению, применялись такие меры, которые не оставляют на телеследе. Но о том, что я содержался незаконно в течение практически суток в здании областного управления СБУ Украины, свидетельствует тот факт, что хайперский следственный изолятор был доставлен только 19 декабря. Меня подняли на четвертый этаж областного управления СБУ Безопасности Украины. Показать. Мешком на голове поднимали, с наручниками на руках. Со стороны сотрудников СБУ украины у меня применялись такие методы, как надевание противогаза, перекрывание клапана и допущение доступа кислороду к воздуху. Били по голове чем-то вроде книги или журнала, то, что именно не оставляют судов. Соответственно, есть такие методы, все это прекрасно знают, все это понимают. Поэтому я с удовольствием буду предоставить доказательства на своем теле, но их не оставили. В своем заявлении Крамской также отметил, что ему угрожали сексуальным насилием и даже убийством под видом случайного ДТП. Подсудимый уверяет, он может доказать факт пребывания в здании СБУ, но только в том случае, если военная прокуратура назначит проверку по его заявлению. В ходе данной проверки, естественно, она будет проходить с участием Крамского, он будет опрошен, будут участвовать защитники, и эти доказательства будут предоставлены. Крамской уверяет, суть пыток – его признание, что это адвокат Александр Шадрин подговорил его заявить о содержании в СБУ. Именно такого рода признание он и должен был написать взамен на свое здоровье и жизнь. В связи с вышеперечисленным адвокатом Крамской, в СБУ подали судьям ходатайство о предоставлении их подзащитному личной охраны. Обычно это занимается соответствующее спецподразделение либо МВД, либо СБУ. Но поскольку угроза со стороны работников СБУ, очевидно, это должны быть какие-то спецподразделения работников МВД, например, там «Соколубок», там МВД. И оформлять доставку тоже должны вот из СИЗО сюда тоже работники этого спецподразделения, обеспечить охрану маршруты движения и так далее. Все должно быть, они должны отвечать за его личную безопасность в случае возложения таких обязанностей судом. Посовещавшись, судьи пришли к выводу – заявление Крамского передать в военную прокуратуру, но в предоставлении личной охраны подсудимому отказать. Та заява, яка была оголошена в рамках судового заседания, будет разглянута прокуратура области, как только она до нас надеет. Если там есть подставки, то прокуратура области будет распочата криминальное проведение, и все доводы заявника будут переверены следователем. Ольга Калиниченко, Евгений Климентев, 057.UA